Приветствую вас на своем канале! Если вы на нем впервые, то обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и вы всегда будете получать уведомления о моих новых видео. Не забывайте поставить лайк моему видео, всегда обращайте внимание, вот здесь под видео есть комментарии, здесь я пишу список необходимых материалов, которые мы с вами используем. Также здесь есть ссылочка на мою группу ВКонтакте, в Фейсбуке, также здесь совсем недавно появилась такая ссылочка на мой донат, по которой вы можете пройти, написать здесь свое имя, написать здесь любую сумму денег, здесь вот 10 рублей, написать какое-то сообщение, если вы хотите, и отправить эти деньги ко мне на развитие канала. Здесь есть несколько вариантов, как вы можете это сделать, и нажимаете оплатить, и мы приступаем. Сегодня видео у нас будет посвящено прямой трансляции, которая у нас проходила с вами в выходной день, мы делали такую игольницу, сейчас мы сделаем тоже игольницу, это будет более короткий вариант, он будет укорочен снят, мало ли кто-то хочет снять в повторе, ну и конечно же мы сделаем совершенно другие цветочки на нем, и мы начинаем с того, что нам понадобится с вами трафарет круга, диаметр круга может быть разный, у меня он 13 сантиметров, у вас может быть больше или меньше по размеру, как вам нужно. Мы с вами обводим наш трафарет, мы, во-первых, складываем с вами вот таким вот образом, и чтобы нам были видны с вами отметки, мы их, соответственно, здесь отрезаем, здесь, здесь и здесь, поскольку они у меня уже отрезаны, второй раз, естественно, их отрезать нет смысла. Дальше мы прикладываем с вами круг на ткань, ткань я использую полу-леон, обводим с вами наш круг. И размечаем вот эти вот места, вот эти полосочки, нам надо с вами вот здесь вот продолжить, у края, у края нашего круга, мы их продолжаем, вот эти полосочки, продолжаем, и отмечаем центр. Дальше нам нужно перенести с вами окружность нашу, как она у нас, нам нужно же с вами будет ее пришить, поскольку мы будем складывать лицо к лицу, нам надо будет с вами перенести нашу окружность наизнанку. И для этого я возьму просто нитку, любую, обычную, и по кругу швом вперед иголка, без узлов, без всего, я вот так вот наметаю, чтобы мне было видно, когда я сниму пяльцы и переверну нашу работу наизнанку, чтобы я видела, где у меня круг. То есть сейчас я наметку сделаю по кругу, можете сделать контрастной ниткой, если хотите, чтобы, если вдруг вам такую нитку плохо видно, если все нормально видно, то сделайте белой ниткой, без швов, без узлов меняется, без закрепа, просто по кругу швов, перед уголком мы с вами делаем. Нитку я отрезаю, видите, с изнаночной стороны, не знаю, видно, не видно, но у меня просто белая, у нас с вами появился размер нашего круга. Здесь я тоже хочу сделать розочки, только они у меня будут располагаться в каждом, в каждом, в каждом сегменте, в секторе нашего круга. Круг у меня маленький, 2,5 сантиметра диаметром, мне также надо будет его нанести, наверное, повыше, вот сюда, нанести его на наш, то есть в каждом, в каждом сегменте мы рисуем круг. После того, как вы разрисовали все наши круги, мы в каждом круге отмечаем 5 секторов, можно сделать 7, главное, чтобы число было нечетным, потому что нам нужно нечетное, 5-7 секторов. Ну, сделаем с вами 5, конечно, можно было бы и 7, но пусть будет 5. И мы с вами делаем такую звездочку, я уже все остальные сделала, это вот заключительная, которая здесь, и нитку мы закрепляем. Я их делала одной ниткой целиковой, чтобы постоянно не отрезать, поскольку они у меня располагаются очень близко друг к другу, то протяжки будут не очень большие, поэтому надо... Протяжки будут небольшие, и поэтому можно не обрезать нитку. Нитку надо обязательно хорошо закрепить, потому что если она у нас с вами распустится, то у нас с вами испортится вся наша вышивка, поэтому нитку закрепляем достаточно плотно. И отрезаем. Отрезаем. Дальше вышивать я буду узкой лентой эти цветочки. Возьму ленту узкую 0,6 см шириной, сиреневого цвета. Закрепляю следующим образом, вставляя ленту в иголку, отступаю небольшой край и затягиваю ленту с другой стороны. Сделаем узелок, обычный узелок, край которой лента есть у нас с вами длинный, мы его обрезаем и обрабатываем кожекалкой. Теперь все равно с какого цветочка вы начнете, можно цвета делать разные. Мы с вами сделаем у этого цветочка серединку французским узелком, мы ставим с вами в работу, на одно обвитие и проденем. Сделаем у него, чтобы у нас такой был более другой и теперь будем так же делать, как мы делали и в прямой трансляции, просто это будет чуть подольше, потому что лента у нас с вами узкая и, соответственно, у нас это займет чуть больше времени. Но чередуем вверх-вниз, вверх-вниз, то есть если это у нас было вниз, то здесь мы проходим сверху, теперь эту вниз. Должно получаться во шахматном порядке, если вы запутались, то смотрите, предыдущая у вас лежит, если здесь она под ниткой проходила, то здесь над ниткой. То есть самая простая такая вот розочка, когда ее начинает изучать, когда, наверное, только приступает к вышивке, потому что она такая самая простая, в принципе, ничего сложного нет, справятся даже маленькие детки. Поэтому, если вы начинающие вышивальщицы и хотите порадовать себя или близких подарком каким-то, сделанным своими руками, то такие розочки, они можно украшать ими не только. В данном случае у нас с вами игольницы, можно и на одежде вышить такие розочки, и сумку украсить, и полотенце, и все что угодно. То есть теперь мы с вами будем вот таким образом, чередовая в шахматном порядке, будем делать нашу розочку. Чуть подольше ты займет, у нас розочка с вами такая получится более миниатюрная, чем там у нас такая с вами все-таки более крупная. Здесь у нас будет с вами более мелкая работа. Если ленточка у вас перекручивается в процессе работы, это даже хорошо, она придает дополнительный изгиб нашей розе. И поэтому... Вот так. Эти получаются вот из узкой ленты вот такие вот розочки. Сейчас вам покажу то, что мы делали на прямой трансляции. Да, и вообще приходите на прямой трансляции, там девочки задают вопросы в прямом эфире, и я на них отвечаю, поэтому общаемся мы там с вами. Делаем это до тех пор, пока у нас с вами не исчезнет нитка, это нам не перестанет с вами она видна. Вот видите, это вот из мелкой ленты, это мы делали крупную на прямой трансляции. Вот, в принципе, нитка у меня уже не видна, я могу ленту убрать наизнанку и здесь ее отрезать и обработать. Сейчас еще раз покажу серединку, если вдруг вы не поняли, я ее сделала французским узелком. Опять ленту отрезаем. Еще раз покажу, и дальше розочки остальные сделаю за кадром, чтобы у нас все-таки получилось это с вами короткое видео. Здесь я сделала, беру левую руку, я правша, и вот так вот обвиваем. Сделаю чуть покрупнее. Вот так вот обвили и практически с тем же местом, где рядом только что вы вели иголку, мы с вами вставляем. То есть у нас получился с вами вот такой вот узелок. И дальше уже по кругу я его буду обвивать точно так же, как этот верх-низ. Опять это верх, это низ. Поэтому у нас должно быть нечетное количество лучиков, чтобы получался вот такой вот, чтобы у нас розочка с вами заплеталась вот в такой вот рисунок. И я вернусь, когда закончу все свои оставшиеся розочки. После того, как я сделала все наши цветочки, я перешла к листьям. Я для них также использую ленту 0,6 см шириной зеленого цвета. Листья выполняются прямым стежком и ленточным стежком. Это когда прямой стежок мы просто проходим от одного места к другому по прямой. Ленточку выправляем, выкладываем на ту сторону, какую вам нужно, блестящую или матовую. А ленточный стежок это когда мы с вами ленточку выкладываем по прямой так же прямо и вкалываем иголку в ленту. Смотрите, здесь я цветочки листья сделала в хаотичном порядке. То есть они у каждого цветочка свои. Можно сделать прям симметричные-симметричные. То есть у каждого цветочка листиков одинаковое количество смотрят в одинаковую сторону. То есть смотрите здесь по желанию, как вы хотите. Я решила, что в моем случае это будет вот так. Что у каждого цветочка свой вариант листиков. Но опять же повторюсь, это все по желанию. И наверное я добавлю сейчас посмотрю. Наверное здесь я хотела сделать немножко по-другому, но сделаю так. И добавлю еще сверху листиков. Так вот, опять ленточный и рядом по прямой. Чтобы у нас меньше протяжек своим было. Ну да, наверное да, сделаю немножко так. В этот раз. То есть сейчас я каждому цветочку единственное, что... Так, вывернуть. Вот так. Смотрите, здесь уже полет вашей фантазии. Можно вверх, например, расшить бусинами, украсить. Например, не ленточными стежками, не листьями, а сделать бусинки. То есть вариантов много. Можно даже один и тот же рисунок использовать, но допустим украшать по-разному. Уже получится совершенно другие вышивки. Вот даже сейчас мы вроде с вами взяли те же самые розы. Сделали им, правда, немножко другое начало. Сделали там французский узелок. Сделали их с другими листиками. И получился совсем другой рисунок. Хотя, в принципе, все то же самое. То есть ничего нового мы с вами не сделали. Все те же розы в паутинке. Все те же листья. И вот так я сейчас закончу. Еще раз повторю, что вверх можно вот эту часть украсить либо французским узелком, либо бусинкой. Будет тоже очень красиво смотреться. Поэтому фантазируйте. Никогда не пытайтесь повторить работу, увиденную в интернете. На сто процентов всегда добавляйте что-то свое. Пусть в каждой работе присутствует что-то ваше. Пусть вы и взяли за основу чью-то идею. Но вдохните в нее немножко себя. Немножко свои идеи, свои изюминки именно от вас. Может быть, вы сделаете как-то определенным образом. И работа заиграет совершенно по-другому. Поэтому не бойтесь экспериментировать. Уж хуже точно не будет, чем есть изначально. Видите, получилось вот уже приблизились к половине нашей работы. Сейчас мы с вами заделаем вот этот цветочек. Ленту мы с вами обработаем. Поскольку я делаю из ткани, не из габардино, потому что, например, белый габардино будет у вас просвечивать, то здесь я, видите, могу позволить себе такие большие протяжки. Если будете делать из белой ткани, то, скорее всего, вам не стоит делать такие протяжки, а лучше ленточку обрезать. Это будет, конечно, дольше намного, но у вас не будет просветов. Так, вот мы получили с вами вот такую вот вышивку. Нам надо с вами ее освободить из пялец. Берем, нам надо будет с вами обрезать. Так, сейчас мы с вами сложим вот так вот. Вот почему я говорила, что вам нужна будет вот эта вот нитка, чтобы вы видели, где ваша работа. То есть сейчас я приколю, мне надо будет сейчас прошить. Если есть швейная машинка, прошиваем швейной машинкой. Если нет швейной машинки, то можно сделать руками. Нам нужно оставить с вами небольшое расстояние ткани, не зашитым. Мы потом с вами через него будем выворачивать. И вот так. Берем нитку, цвет нашего получается полотна, иголку и будем сшить с вами. Иголку-то я не нашла. Все равно какой будете швом вперед, иголка. Не забудьте оставить где-то вот такое вот расстояние не зашитым. То есть поймите себе, что вот тут вот и вот так вы будете не зашивать. Нам потом с вами будет через это место вывернуть. И швом назад в иголку мы с вами по кругу мы с вами прошьем нашу работу. То есть и вот так вот я покрашиваю по кругу. Здесь я нитку закрепляю хорошо, иголочки не надо убрать. Так, сейчас, хоп. Надо хорошо закрепить. Убежала иголка. Так, вот она. Закрепить надо хорошо, чтобы у нас никуда с вами ничего не делось. Закрепляем. Иголка нам пока с вами не нужна. Теперь надо взять ножницы и надо отрезать. Отрезаем с припуском где-то меньше сантиметра. где-то 0,8-0,9 наверное вот с таким припуском. Так, убираем. Здесь у нас с вами была нитка, мы ее с вами тоже убираем. Иголочки оставшиеся убираем. И теперь... Так, что-то не хочет, но мы тогда ее отрежем. И теперь нам надо с вами вывернуть нашу работу. Для этого мы с вами оставляли дырочку. И мы с вами аккуратно ее выворачиваем. Чтобы у нас все с вами хорошо расправились узелки, мы с вами карандашом или какой-то палочкой пройдитесь по углам. По краям вот этим всем углам. У круга нет углов. По краям нашего круга. Теперь нам надо с вами его наполнить. Наполнять я буду вот таким вот наполнителем. для мягких игрушек можно купить специальный наполнитель. Как это называется? Холофайбер. В магазинах, где ткани продается. Это, наверное, много. Сейчас. Мы набиваем его. Ее. Угольницу. Дернула. Ничего страшного. Подтянем. Так. Набиваем еще. Мало. Так. Сейчас. Вот так. И еще, наверное, чуть-чуть. Сейчас посмотрим. Вот еще тут место у нас. Распределяем внутри равномерно. Набиваем все эти наши края, чтобы у нас все хорошо заполнилось. Так. Ну, можно еще чуть-чуть. Вот так. И теперь нам надо этот край с вами сшить. И здесь мы сшиваем. Здесь краем еще с вами обработаем. Все. У вас получилось не очень красиво. Не переживайте. Мы его закроем. Весь он у нас спрячется под лентой. Либо шнур можно взять, обработать край шнуром. Это видео, конечно, будет покороче. Да, еще раз повторюсь. Приходите на прямые трансляции. Скорее всего, они станут регулярными по выходным дням, по воскресеньям. Мы там живой общаемся. Это очень здорово, когда люди с разных уголков мира, страны, могут пообщаться, позадавать вопросы. Тем более, раз люди пришли на прямую трансляцию, значит, у них общие интересы. Это вообще здорово. Так. И отрезаем. Край нам надо с вами этот подрасправить. Теперь возьмите толстую нитку, которую мы с вами использовали в начале для оформления наших розочек. Она нам понадобится с вами еще для оформления нашей игольницы дальше. Только сначала мы с вами край обработаем. Поторопилась. Так. Нужна иголка. Вопрос, какой нам сделать край. Этот чересчур яркий, наверное, будет. Фиолетовый, зеленый. Так. Пойду возьму другую. Возьмем другую ленту. Те что-то мне определенно не нравились по цвету. И так же вставляем. Видите, я ножницы взяла. Так. Край здесь с этой стороны мы так же закрепим, чтобы у нас иголка не выскакивала. А с этой стороны мы закреплять не будем. Нам надо будет с вами здесь прошить. Повторю, что здесь можно прошить шнуром. Ленточку надо вот так вот будет. Этот край сейчас мы обработаем зажигалкой, чтобы он у нас не рассыпался. И вот так вот мы сейчас его закроем. Будем прошивать. И он у нас с вами спрячется под ленту. И вот так я сейчас сделаю по кругу. Ленточку старайтесь выправлять на одну сторону. То есть если вы решили, что у вас она блестящей стороной, значит блестящей стороной ее и выкладывайте. И так я буду делать по кругу. И так по кругу. И вот я подхожу к концу вышивки. Ленту сейчас мы здесь закрепим. Все-таки правильно сначала хотела ниткой ее стянуть. Работу, а потом уже вышивать. Но ничего страшного. Здесь мы с вами пройдем. То же место, где мы с вами были. Отрежем. И зажигалкой мы сейчас с вами припаяем к нашей ленте той. Если вы сомневаетесь, что у вас здесь будет держаться, то возьмите и пришейте дополнительно какой-нибудь прозрачной мононичью или ниткой в цвет ленты. Берем плотную нитку. Она достаточно плотная. Она не рвется. Видите? И теперь где-то в центре. Начнем отсюда. Все равно мы здесь закроем пуговкой. Стянули вниз. И помните, мы с вами делали разметки на нашем кругу. Вот такие вот части. Мы с вами через них будем проходить. Вот так вот. И опять же возвращаться в центр. И подтягивать. Чтобы у нас получился такой кексик, не кексик. Ну вот такой, чтобы нас опять прошли через ткань там. И опять в центр. Опять же подтянули. Степень сдавленности определяйте сами по своей игольнице. Хотите, чтобы она у вас более такая была, как кексик, значит стягивайте ее посильнее. Если хотите, чтобы она была такая более воздушная, значит стягивайте чуть поменьше. То есть степень натяжения регулируйте сами своей рукой. В нашу вышивку. Наш кексик. Подтянем здесь. Такой у нас получился более из всех наверное, которые мы сделали с вами на видео и до видео. Такой получился сам у меня стянутый. Здесь мы опять возвращаемся в центр. И нам надо будет пришить пуговку. Чтобы заодно мы здесь закроем все, что у нас с вами некрасивое было. И задекорируем центр. То есть у нас он будет такой красивый. Можно, например, не пуговку пришить, а какую-нибудь красивую стразинку. Есть пришивные стразины, можно ее пришить. Если вы любите блестящее, то почему бы и нет. Можно пришить блестящее. И вот так получилось. Видите, совершенно делали то же самое. А получилось совсем другое. Совершенно другая игольница. Здесь я спрячу нитку свою. Отрежем. И вот так вот, смотрите. Это то, что мы делали с вами на прямой трансляции. Вот такие вот игольницы. Это то, что мы сделали сейчас с вами. Это из более узкой ленты. И если вы впервые на моем канале, подписывайтесь. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Буду рада вас видеть в следующих своих видео. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok